Всем привет! С вами Кекс и сегодня я буду испытывать вот такой вот маленький силиконовый коврик с очень мелкими и тоненькими детальками, которые очень мимишно смотрятся на тортике. Они очень красивые, но их довольно сложно оттуда достать, так как они очень мелкие. Сегодня хочу попробовать несколько ингредиентов, с которыми можно работать в таких ковриках. Для начала хочу попробовать работать именно с белым шоколадом. Мне кажется, очень красиво будет. Топить шоколад буду я в таком мешке кондитерском. Что мешок, что силиконовый коврик я заказала с китая, с китайского сайта New Cheek. Об этом я расскажу немножечко поподробнее. Дальше. Сейчас давайте растопим шоколад. Я буду топить его в микроволновке. Можно прям вот так кондитерский этот мешок в горячую воду окунуть. Эти мешки бывают разных размеров. К тому же ориентируйтесь от ваших потребностей. Я в микроволновку по 10 по 15 секунд и переминаю слегка вот так вот переминаю до полного растопления шоколада. Очень удобно, не вымазывается посуда, можно в маленьких количествах топить, поэтому я очень люблю именно этот метод. Отрезаю маленький уголочек для того, чтобы заполнить наш молд. Расставляю немножечко, потому что запчасти там очень мелкие, прожилки мелкие и пытаюсь полностью все заполнить. аккуратненько наполняю полностью и убираю лишний шоколад. Теперь шоколад я уберу в холодильник, либо в морозильную камеру до его полного остывания и попробую достать из молда и посмотрим, что у нас получится именно из белого шоколада и как он будет доставаться из этого коврика. В холодильник, кстати, нужно отправить минут на 15, если это морозильная камера, то минут на пять будет достаточно. После морозильной камеры пытаюсь достать свои запчасти. Понятное дело, что те запчасти, которые покрупнее, достаются проще. Выглядят, конечно, они очень красиво. Коврик довольно текстурный, интересный. Вот такие вот самые симпатичные лапки мне больше всего не нравятся. Я бы таких лапок наделала по всему тортику. Крупные вот запчасти типа мишки, колясочки достаются очень хорошо. Но вы видите, там, где лошадка, там, где мелкие запчасти, они уже сломались после того, как я начала коврик разминать. Вот я смотрю, ножки у аиста не хотят никак доставаться. Сам аист с мешочком у меня достался, но аист получился без ножек. То есть шоколад там сломался в этом месте. Лошадку я этого даже не буду пробовать, потому что смотрю, что он уже у меня треснул. И точно так же с погремушкой. То есть не удалось у меня достать все запчасти из этого молда. Сам молд вот такой вот красивый, силиконовый, очень текстурный, очень интересный. Просто с ним надо приловчиться, как работать. Он очень мягкий, с ним хорошо получаются некоторые детальки. Я вам покажу дальше. Заказывала я его на китайском сайте Нью Чик. Почему с Китая? Потому что в Китае, наверное, есть все и даже немножко больше. У нас не все это можно достать в городе, а там есть все. Можно посмотреть по конитерке. Там очень много чего интересного. Я там залипла очень долго. Несколько часов времени не потеряла, когда выбирала себе, что же заказать. Обязательно перейдите по ссылочке. Я ее оставлю в описании. Посмотрите, может и вам что подойдет. Здесь я буду использовать смесь для гибких кружев. Этот рецепт я уже показывала. Кто не видел, обязательно перейдите по ссылочке. Я ее оставлю в описании. Посмотрите. Я думаю, вам будет очень интересно. Смесью я наполняю полностью. Удобно здесь работать либо кредиткой, либо если есть специальный шпатель мягкий. Я вот привыкла уже такой маленькой кредиткой работать. Скидочная карта, точнее, у меня. Очень удобно в нее как бы заталкиваем нашу смесь для гибких кружев. Хорошенько растираем. Мы как бы вдавливаем туда, чтобы у нас все пустоты заполнились внутри, чтобы текстура была хорошая. Не пренебрегайте этапом именно, чтобы вдавить хорошо эту смесь внутрь, во все ячеечки. Убираем также излишки, чтобы они у нас не оставлялись на наших картинках. Самое проблемное в этом коврике это булавочка. Потому что она самая тоненькая, самая маленькая, поэтому она нигде и ничем не хотела доставаться. Шоколад я несколько раз не упробовала. Я отдельно саму и никак. Далее я отправляю эту смесь подсыхать в духовку при температуре до 100 градусов на 8-10 минут. Просто пробую, чтобы наша смесь сверху стала сухая. Она не должна пересохнуть, иначе будет крошиться. И потом оставляю еще при комнатной температуре остыть, потому что там в составе пектин, чтобы он схватился минут на 10. И пробую доставать. Достается довольно хорошо. Они мягенькие, поэтому они не рвутся. Я даже очень удивлена, что оно так хорошо отходит. Пробую аиста, который из шоколада не получился. И о чудо, аист у меня наконец-то с ножками и с клювом. Все как положено. Единственное, что он у меня такой синий, просто это у меня уже остатки этой смеси были синего цвета. Вот такой вот аист у меня получился. Я думаю, он очень симпатично будет смотреться в каком-то бежевом цвете, в каком-то более нежном. Также мишка, но это уже попроще. Они как бы крупные, поэтому здесь уже попроще достается. Лапки-то точно хорошо достаются из любой. И здесь достается и булавочка, и лошадка. То есть из этой смеси я смогла достать все штучки из этого молда. То есть в принципе все получилось минус, она плохо красится. Следующий вариант я буду пробовать сделать из мастики. Именно из мастики из маршмеллоу, той, которую я обтягиваю тортики. Присыпала крахмалом этот молд и выбила лишний крахмал из ячеек. Нужное количество крахмала само пристает там внутри в этих ячеечках. Подтопила в микроволновке мастику для того, чтобы она стала довольно мягкая. И чтобы хорошо у меня туда залазило в эти ячеечки. И как бы тоже пальчиком втрамбовываю во все ячеечки свою мастику. Вы видите, мастика мягкая, поэтому слегка пристает к пальцу. Я палец припыляю крахмалом для того, чтобы ничего не приставало и не доставалось. Можно, в принципе, было раскатать большим пластом и затолкать все вместе. Но я решила вот так вот небольшими кусочками это делать. Теперь нужно будет срезать лишнюю часть, которая у нас сверху, острым ножом. У меня это такой ножик типа пилы, очень мелкой. Ним не резать очень удобно. Еще раз прохожусь пальчиком, чтобы все заполнилось у меня внутри. И вот так вот прижимаю пальчиком сверху, аккуратненько срезаю, стараясь не сдвинуть внутренний рисунок, чтобы лишнее не срезать. Потому что добавить потом туда сложнее. Но все равно возможно. И аккуратненько срезаю лишнее. Убираю. Где у меня там чуточку досталось, добавляю. Еще раз утрамбовываю. Я думаю, вы уже сталкивались с этим, когда делали какие-то крупные молды. С крупными молдами намного проще работать. Здесь именно фишка в том, что мне нужен был именно вот такой вот маленький молд. С очень красивыми запчастями, которые на боковушке торчика будут смотреться очень мило. на каких-то пирожных для детских праздников. Очень красиво. Вот что у меня в общем получилось. Теперь смотрите, я отправлю эту смесь в духовку. Буквально на пару минут. Для того, чтобы молд разогрелся и мастика стала мягкая. Она расширяется, потому что это маршмеллоу мастика. И заполняет все внутри пустоты, так сказать. И потом отправляю ее в морозилку минут на 10. Для того, чтобы она после этого у меня хорошо схватилась. И пытаюсь достать. Хочу сказать, что из мастики получаются самые рельефные и красивые фигурки. Мне в принципе понравилось больше всего. Они просто получаются очень четкими, очень красивыми. Мне очень прям понравилось. Плюс то, что еще можно их красить сверху красителями пищевыми. Это очень хорошо. Допустим, шоколад вы так не покрасите. И смесь для кружевы вы тоже так не покрасите. Они будут однотонными. А вот мастичные будут прекрасно краситься. Единственное, вот булавочка все-таки так и не достается у меня из мастики. Все же она ломается. И ножки у аиста тоже отлетели. А все остальное досталось превосходно. Очень четкий, очень красивый рисунок. Все замечательно и мне очень понравилось. Я думаю, для кого-то будет полезно это видео. Обязательно ставьте пальчики вверх. Я вам покажу еще много чего другого. Зайдите также на сайт. Посмотрите, может найдете что-то для себя интересное. Потому что у них есть все. И не только по кулинарии. Начиная от вещей, заканчивая садовыми принадлежностями. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok